И вот когда одно племя объединялось в родственных отношениях с другим племенем, это уже называлось род. И все это были родичи. Вот это и есть рода, племенной строй. Когда таким образом общество формируется, самоуправляется, тогда нет возможности инородцам внедриться в это общество. Вот каким образом могут какие-то инородцы внедриться? Просто это невозможно никак. Когда управляется семья, племя, рода, рода объединяются в народ. Народ объединяется в мир. Вот как бы структура такая была. Она естественна. Вот, к примеру, возьмите в Чечне, там до сих пор тейпами живут. Так же? Рода племенной строй, поэтому они мощные, они крепкие, они активные. Инородцев они не допускают никого к себе. Так же? Вот они живут вот так и можно, а она вот почему-то нельзя. То есть, если мы пытаемся сами так жить, то нас уже называют экстренистами, какими-то националистами, шовинистами. То есть, всем народам можно так жить, а кроме русского. Так вот, наша как раз обязанность восстановить этот родоплеменной строй. Но только тогда у нас есть какой-то шанс выжить. А иначе мы просто вымрем, как мамонты. То есть, это вот и есть первобытная община строй. То есть, изначальное бытие. То есть, все нормальные народы так и должны жить. И мы так должны жить. Если не будем так жить, ну все, значит, судьба североамериканских индейцев нас ожидает. То есть, понятно вот это вот, основы. Что такое родоплеменной строй. А о том, как самоуправление происходило. Если, например, при демократии основным критерием истины это является процентный перевес голосов, да? Ну, собралось там 100 человек, 51 человек проголосовали за, а 49 против. Значит, 51 правы, да, а 49 не правы. Так же? Нормально разве это, что ли? Видите, это же существует правило. Даже в Дельфах, там на стене храма выбито 7 изречений. Одно из них гласит, там худших всегда большинство. Ну, вот возьмите любой коллектив, самых прекрасных, самых хороших людей. Все равно среди них один кто-то будет более умный, более образованный, более толковый. Так же? Ну, это естественным образом происходит. Худших большинство. И как за критерий истины можно брать мнение большинства? Кому это выгодно? Только худше. Так же? Если худшее к власти приходит. Поэтому, как наши предки советовали? Очень просто. То есть, собралось 10 соседей, кто рядом живет, друг друга очень хорошо знают. И говорят, вот кто из нас 10 лучше всех будет опекать вот эти 10 семей? Кто будет представителем от 10 семей? Кто самый умный, самый талантливый, самый хозяйственный? Вот могут от 10 мужиков собраться и выбрать лучшего? Как вы считаете? Лучшего выберут. Говорят, вот ты ответственный за все 10 семей. Вот так собираются 10 вот этих десятских. Вот еще. Это уже получается 100 семей. Так же? И они могут 10 десятских выбрать Сотского. Самого лучшего. Который будет в ответе. Так же? И они будут переводить ответы с него. Можешь выбрать? Можно. Лучше придет к власти? Лучше. Точно так же Сотские выбирают Тысячного. Тысячного выбирают там князя. Князь собирается, выбирают бояр. Бояре собираются, выбирают монарха. То есть монарх это кто? Это ман, это ум, а арх это высший, просветленный. Это тот, у кого полностью развито тело ума. Или ментальное его тело, не степенно называют. Или по нашему Колумбе тело. Колумбе и Колумбе тело. Вот когда монарх сидит на троне, он держит такой шарик в руках. Это как раз тело ума. Вот он говорит, видите, я самый умный. Я имею право управлять державой. У меня есть квалификация такая. Если он не может управлять своим Колумбем тела, значит он не монарх. То есть ему разве можно доверить управление державой? Если он какой-нибудь глупец, а тем более негодяй, а тем более инородец. Как можно державой управлять? Кому это выгодно? Нам это не выгодно. А если несколько монархов? Какая разница? Собралось там 10 монархов. Говорят, ну кто лучше выполнит это дело, так же? А на какой срок они не сбираются? Это вообще не важно, на какой срок. Главное, что это по роду не передается. То есть ты справляешься со своими делами, да живи хоть ты там миллион лет и управляй. Так же? Вот если ты не тянешься, тем собираются опять бояре. Бояры это бой яркий, просветленный. А если другие монархи, если они собрались, говорят, ну что, братан, не справляешь ты с этими обязанностями. Давай другого поставим. То есть это нам же выгодно. Таким образом, весь народ сам собой управляет с помощью лучшего своего представителя, монарха. Это же всем же выгодно, чтобы лучший был. Вот как бы вот этого и есть первобытный общинный строй. То есть то изначального бытия. То есть а как по-другому? Вот можно. Вот нам говорят, ну вот такой лучше, а вот такой, вот такой. Да прийти уже тысячу раз уже не спробовали. Я не знаю, что все другие варианты, они только к страданиям. А это естественно, это само собой разумеющееся происходит. Нет возможности народ сам проникнуть. И лучший представитель приходит к власти. Всегда, на любых ступеньках. И народ уже может требовать. Потому что все вышестоящие структуры, это же лишь нанятые люди. Так же? То есть 10 человек, это вот с десятского требования. Почему ты, там, для наших десяти дворов, там, вот, колодец, вот, нужно нам сделать? А вот там другие, там, конюшню рядом поставили с этим колодцем. Другие 10 семей, да? Так ты-то разбери с тем десятским. Ты почему это? Допустил все это. Так же? Ну, вот такие бытовые. То есть народ требует. Эти десятские требуют. Ага, если там что-то другое, там, отцовского требуют. Так же? То есть, таким образом народ сам с собой управляет. А если брать демократия, то есть, что на самом деле демократия? Говорят, что это власть народа. Так же? Ну, это очередная ложь. Возьмите любой словарь и загляните. Народ это охлос. Охлократия это власть народа. А среди охлоса есть малочисленная прослойка рабовладельцев. То есть, вот это даже рабовладельческий строй был. Не получается, что демос это рабовладельца. То есть, демократия это власть рабовладельца. Она нам нужна. Ну, кому это выгодно? Рабовладельцам. Ну, только рабовладельцам и выгодно. Демократия. А нам нужна именно первобытный общинный строй нам нужен. Родоплеменной строй. Или, там, говорят, монархическое самодержавие. Когда народ сам себя держит, именно с помощью монарха, лучшего представителя. Это же всем выгодно. Ну, буквально. Не выгодно только общественным паразитам. Это не выгодно. Выгодно, чтобы лучший представитель пришел к власти. И еще какой тут еще? Нужно учитывать, что при демократии, если процентный перевес голосов, то при самодержавии это стопроцентное голосование. То есть, вот, собрались 10 этих человек. И они говорят, вот такие-то вопросы нужно решить. И один говорит, нужно вот так, другой вот так, вот так. Так же? Много вариантов есть. Так вот, там, они говорят, мы от чуда не выйдем до тех пор, пока к одному мнению не придем. То есть, необходимо прийти к лучшему варианту. И вот, если это люди честные, а чтобы это люди честные были, значит, какой вопрос можно решить? На кто имеет право голоса? При демократии психически больные люди имеют право голоса? Алкоголики, наркоманы, там, проститутки, воры, там, и так далее, и так далее. Все отребья имеют право голоса. Оно нам надо? Вот кому это выгодно? Даже им самим это не выгодно. Так же? Можно им право голоса давать? А кто тогда имеет право голоса? Вот нам предки заповедовали, что право голоса имеет только тот человек, который своим образом жизни доказал, что он хозяин. Хозяин с большой буквы. Это тот, кто может упорядочить пространство вокруг себя. То есть, это у него крепкая, здоровая семья, хорошее потомство, хорошее хозяйство. То есть, он показал своим образом жизни, что он хозяин. Вот если он это доказал, только тогда ему можно доверить право голоса. Если он перекати поле, если у него ни кола, ни двора нету, то как ему доверить? Что он может хорошего посоветовать? Вот можно ему доверить право голоса? Не имеет смысла. Вот согласныши с этим? Всем выгодно, чтобы управляли хозяева, с большой буквы хозяева. Вот ты докажи, что ты хозяин, вот тогда ты будешь иметь право голоса. Поэтому нам предки заповедали, что право голоса не имеют ни дети, ни женщины, ни старики. Право голоса не имеют. То есть, если старик отошел, уже одел, и передал свое наследство своему сыну, он лишается права, потому что он не хозяин. Но старики имеют право совещательного голоса. То есть, они могут прийти на коп и сказать, а наши предки жили вот так. Вы сейчас не по правде поступаете. Вот так по правде наши предки жили. Хотя они право голоса там не имеют, не учитываются, но их мнение всегда учитывалось. Потому что они носители нашей традиции являются. Совещательный голос, да, старики имеют. Но не решающий голос. Это же выгодно всем. И пользоваться опытом стариков. И в то же время, если ты не хозяин, ну, это не твоя обязанность. Потому что при демократии еще какой вариант? Вот мы можем прийти, ну, например, там, на судебное заседание, да? Можем сесть где-то в уголочек, там, газетку читать, книжечку, лишь бы никому не мешали. Ты можешь присутствовать. Можешь принимать участие в судебном разбирательстве, можешь не принимать. Так же? Это же разрешено при демократии. Главное, чтобы ты никому не мешал. Ты не хочешь этим заниматься? Не занимайся. Так же? То при родоплеменном строе, если человек являлся свидетелем какого-либо нарушения нашего общественного уклада, то он обязан приложить все свои силы, чтобы устранить это нарушение. И если он этого не делал, то он считался соучастником преступления. Чувствуете разницу? Это обязанность. То есть, если ты можешь помочь обществу и не помогаешь, то ты преступник. Улавливаете разницу? Что нам выгодно? То есть, когда каждый из нас поймет ответственность за все, станет хозяином, вот тогда все это будет решаться. А нам же сейчас, а за тебя что-то там решат. Ты сиди, помог, ты маленький винтик, механизм, ты ничего не решаешь. Да тебя все решат. Так же? И каждый сидит там в уголке своем, хрюкает, и ничего не хочет государственным делом решать. А тогда говорят, нет, ты преступник. Если ты сидишь, моя хата с краю, ничего не знаю, значит ты преступник. Раньше, например, было, знаете, что такое государево слово, государево дело. То есть, это любой человек, который приходил в стольный град, и если его там задерживали, то есть, кто такой, что ты тут шатаешь? Он говорит, у меня государственное дело. Значит, все служивые люди должны были прямиком его к монарху провести. То есть, если кто-то ему препонт ставил, то это государственный преступник был. Если действительно это государево дело, его сразу все, государь принимал и решал эту проблему. Вот если это не государево дело, а какая там фигня была, которая нежестоящая могли бы решить, ну тогда его наказывали. Но сам факт, что было государево дело. То есть, любой человек имел право пройти и разобраться. Чувствуете, вот это самоуправление, то есть, монархическое самодержавие. То есть, это идеальная форма самоуправления обществом. Это проверено уже миллиардами лет. То есть, мы можем фантазировать, выдумать любые формы общества. Но вот это, это наше, это исконное. То, что нам предки заповедовали. То есть, это идеальное общество. Это родоплеменной строй с монархическим самодержавием. Когда лучший представитель из нас будет нами управлять. Вот, лучшего никак не придумать. То есть, это как бы наш изначальный образ. А нам все пытаются подсунуть всякие другие варианты. Говорят, нет, вот это будет лучше. Там не получилось. Они, ну вот этот будет лучше. Опять не получилось. Ну, давайте вот это попробуем. Говорят, ну, хотели как лучше, а получилось как всегда. И так они всегда будут нам навязывать. Чем больше глупости в этих обществах, которые нам привязаны, тем больше зеленый свет этому дается. А наше исконное общественное самообразование, оно постоянно профанируется. Говорят, нет, это самодержавие, это когда самодур, монарх там сам управляет страной. Это вопреки фактом. Вопреки, как наше общество. Постоянно стараются профанировать это все. Но вот то, что я вам обрезовал. Вы понимаете, что вот это вот самая идеальная структура самоуправления. Самое лучшее. Круг, казачий круг, да. То же самое. Поэтому и уничтожали, потому что носителями культуры было. Вот наглядный пример. Вот Япония. Почему? Захудалая страна такая, неприродных ресурсов, ничего нет. Она лидирующее место сейчас занимает. Потому что там витязи, якудзи, они основываясь на копном праве, они вот так вот захватили власть. Они стали контролировать все. И пришли к власти таким образом. У них это до сих пор сохранилось. То есть решают какой-то вопрос, все, дверь на замок, никто отсюда не выйдет, пока к одному мнению не придем. Единогласие. То есть образ казачьего круга, вот японцы сохранили они там. А нам это запрещают, нам демократию навязывают. А там до сих пор это. И почему? Потому что они витязи, у них понятия чести были. То есть они народу сказали, вот если мы придем к власти, мы обязуемся, что множницы между минимальной и максимальной зарплатой, ну то есть какого-то высшего министра и какого-то дворника, в пять раз разница будет. Если там дворник 100 рублей получает, чиновник высшего ранга только 1000 рублей, больше не имеет права получать. В пять раз разница. А у нас сейчас разница какая? То есть зачем такая власть нужна? Кому она выгодна? Вот так якудзо в Японии пришли к власти. То есть когда они начали... Да. Я прошу прощения, договорился второй раз уже. Якудзо это японская мафия, самурайи. Самурай, в рай собственными средствами. Ну да, это не самостоятельно Якутина. Но на самом деле это самурайи. Безусловно. Правильнее просто. Но для... Вот мне данной аудитории вот будут видео. Согласен. Они правильно поймут. Хотя ты правильно говоришь. Это аспектический термин. Да. На самом деле они витязи. Я так и сразу сказал по-русски. Или самураи там. По-нашему. То есть у них понятие части есть. А что нам мешает это делать? То есть вы смотрите. Ведь правительство это лишь те наймиты, которых мы нанимаем. Мы имеем право жить так, как пожелаем. Так же? Проблема лишь только в том, что народ всего этого не знает. Он намманут. То есть он не знает, что такое на самом деле первобытный общинный строй. Так же? Он не знает, что такое родоплеменной строй. Или может быть слышал края муха. До конца не понимают, что это ему крайне выгодно так жить. Просто наша задача, чтобы все люди об этом узнали. Узнали правду. И как только люди узнают правду, они скажут, а мы так хотим жить. И кто тогда будет подчиняться законам инородцам. Так же? Кто их будет слушать? Да никто их будет. Кто им будет? Да никто не будет подчиняться. Потому что нам это невыгодно. Если у нас там министром обороны ставили гражданина другой страны. Ну куда уж дальше? Зачем, чтобы нам инородцы управляли? Да еще и с двойным гражданством там. Ну как это можно допустить? Только вот при этой демократии, когда власть худших, а не власть лучших. То есть нужно даже этим чиновникам объяснить, которые там продаются. Потому что паразиты, они из всех, кого вербуют с нашего рода, все проходят вербованы три этапа. Первый этап это вербовка. Второй этап это эксплуатация. Третье уничтожение. Вот нашим чиновникам нужно объяснить. Ребята, ну вы сейчас наморовались, нахапались. А теперь вас ограбят и уничтожат. В первую очередь. Потому что вот этот закон, это непреложное в их среде. Вербовка, эксплуатация, уничтожение. Как только окончательно мировое правительство нас под себя подобнет, кого они в первую очередь будут уничтожать? Правильно. Кто наверху стоит, кто уже награбил. У кого деньги есть, кто власть имеет. Они становятся врагами номер один. Это неизбежно. И если сейчас нашим чиновникам объяснить, они поймут выгоду свою. Они же не несешь дебилы там такие. Не у всех мазиш пропитых. Вот это им нужно объяснять. Это всеобщая выгода. При этом только теряют лишь только паразиты. Ну и фиг с ними. Потеряют, ну и ладно. Это их проблема. Ну и им-то припремеджем, наверное, какие-то шаги там, да, чтобы себя как-то безопасить. Они наивнее думают, что они сейчас нахватят. Купают деньги там островок в океане. И с награбленным туда переберутся. И будут там кайфовать. Они не понимают, что они неизбежно, как только закончили эксплуатацию, они никому не нужны. Но это лакомый кусок. Их обязательно ограбят. Никого еще никогда деньги не защищали. Вот назовите хоть одну фамилию, какой-то олигарха, которого защитили деньги. Да заходят и ограбят, сразу ограбят. У них закон курятника. Клюй ближнего, гать на нижнего, и смотри в задницу выше. Все. Это неизбежно. Но как только эксплуатация закончилась, он не нужен. И вот тут же уничтожает. Это у них законы, у них правила существования такие. Это демоническая форма существования, и это неизбежно. Но чиновники у нас некомпетентные люди, они об этом не знают. А им нужно объяснить, ребята, это неизбежно. Вы знаете, я имею в виду на самом деле несколько другое. То есть если мы говорим о чиновниках, может быть, найдутся такие люди, которые поймут, что сейчас их будут уничтожать. Возможно, будут предприняты какие-то шаги для того, чтобы себя обезопасить. Потому что, может быть, поднять армию, я не знаю что. То есть просто тогда это война получится. Я вот что как-то имел в виду. А что, когда-нибудь паразиты отдавали без войны? Ну, нужно же реально на вещи смотреть. На основе демократии? На основе демократии? Вы что, вы не понимаете, что все это фикция, все это голосование, никогда не дадут правильно провести этот. Так же? Они же лжицы, они все фальсифицируют это все. Это невозможно сделать. Играть по их правилам заведомо проиграть. Это неизбежно. Представительным участком премии платят? Вот именно. Все уже куплено, продано, подсчитано. У кого еще сомнения в этом есть? Это получается, нету такого, что это просто тренировался, что врага, да, лицо, врага увидеть очень сложно. Вот как понять, вот как спередействовать, ну, те же выборы будут, да, ну, не ходить на них совсем, ну, будет та же ситуация, твой голос отдадут кому надо в итоге. Ну, вот пойти, голосовать за кого-то, это вот, по их правилам сыграть, так или иначе, вы по-любому. Совершенно верно. Существует тактика информационной войны. Это первое, призыв, второй этап разъяснения, третье проповедование. То есть, первый этап призыв, о чем основа? То есть, каждый человек должен узнать, что ему необходимо делать. Ну, например, там, не ходи на выборы, ну, в данном случае. Вот, одна, две строчки, три строчки мало кто читает. Вот призыв, вот. А потом нужно разъяснить, а почему это не нужно выходить, в чем выгода? То есть, и что нужно делать? Так же? Ну, не ходить на выборы, это не выход. Это не выход. Значит, все говорят, вот это плохо, вот это, а никто не говорит, а как нужно делать? Так же? Значит, выбери Десяцкого призыв. Так же? А потом объясните, а в чем выгода? Ну, у нас же есть квартальные какие-то, там же, до сих пор, сохранились, там, управ домами, или как они сейчас там называются. управляете компанией? Конечно. Вот пусть 10 соседей выберут за своего представителя. 10, 10 вот этих выборных выберут Сотского. Мы имеем полное, по конституции, имеем полное право жить, так как пожелаем. Так же? Мы не нарушаем конституции. Мы не нарушаем. Но нас сразу же объявят там экстремистами, шаринистами и так далее. Хотя по конституции вы имеете высшее право голоса. То есть вы имеете право свою печать сделать, свои документы. Вы юридическое лицо. То есть каждый из вас. И вы имеете право выбрать десятского, сотского, тысячного и так далее. Князя и так далее. Это мы решаем. Кто будет сидеть у власти? Никто это за нас. Мы решаем. И вот это нужно каждому донести. То есть призвать к действиям, разъяснить все это. И уже проповедование, это создание уже своих учебников, своих школ, своих вузов. Мы на это имеем полное право. Хотя если реально посмотреть, все народы имеют свое телевидение, свои вузы имеют, свою печать. Только русский народ не имеет ни своего телевидения, ни своей печати, ни радио, ничего не имеет. Так же? Понятно, что они это сделать не дадут. Естественно не дадут. Это единственное, что в Сибирь уехать, и все. И в Сибирь не дадут. И там то же самое. Вы не думайте, что там по-другому. То же самое и там. Просто нужно реально на вещи смотреть. Более того, вам просто доведу до сведений. Значит, ну вы знаете, что у мирового правительства США это жандармы, так же? Полиция для всего мира. То есть они сразу наказывают тех, кто не хочет мировому порядку, мировому правительству подчиняться. Это нужно доказывать или не нужно? Если Китай это полигон, где обкатывается тот общественный строй, который они по всему миру хотят сделать, то США это полиция в мировом масштабе. Так вот, на войну с Ираком и Афганистаном США потратили 130 миллиардов долларов на две войны. Вот теперь они выделили военный бюджет в 10 раз больше денег, как они сформулировали за Конгресса на крупномасштабную антипартизанскую войну с ирегулярными силами. В 10 раз больше. И как вы думаете, где они эту войну собрались проводить? Вот наше будущее, это неизбежное. Как бы мы ни старались, ой, как бы мы ни жили, лишь бы не было войны. Это вот, это их идеология, они нам навязывают. Как нет, вот сдохнем, сами все пропадем, лишь бы не было войны. Это не дух русского человека. Наши предки не так жили. Нашим предкам подчинялся весь мир, вся Европа дань нам платили. Так же? Своих там монархов там ставили только с нашего позволения нашего монарха. Мы всем контролировали. И они боятся это признаться, боятся это вспомнить. Мы хозяева на этой планете. Они этого больше всего боятся. И поэтому именно русский народ подлежит поголовному уничтожению. по их планам. Они и не скрывают, что они хотят пять миллиардов за эти два года уничтожить. Они это не скрывают. А мы лишь бы не было войны. Лишь бы не было кровопролития. Они готовят. Они нашу армию разоружили, флот нас разоружили, авиацию. Так же? Нас уничтожают. У нас потери больше, чем во время Отечественной войны несем. И еще кто-то будет говорить, лишь бы не было войны. Нас уже на колени поставили, наполовину глотку перерезали. Мы говорим, да лишь бы не было войны. Нужно же реально на вещи смотреть. Вот на самом деле, что они для нас готовят. Так же? И зачем нам такая власть нужна? Власть инородцев, власть предателей. Они что, защищают наши интересы? Вы знаете, сколько каждый из вас должен ежемесячно получать? То есть, вот есть национальный доход наш. Это же наше богатство. Так же? Все природные ресурсы. 300 тысяч долларов вы должны получать ежемесячно. Это минимально по подсчетам экономистов. Куда все эти дни деваются? Это наше. Нас грабят, обворовывают. Так же? Ну вот возьмите Арабские Эмираты, есть там другие страны. Где национальный доход делится по чипорам у всех. То есть, ребенок рождается, он уже миллионер. Вот это справедливый строй. Так же? А что, у вас другие варианты устраивают какие-то? Или вы не хозяева? Не вы, что, рабы, что ли? Это наше, вы понимаете? Наше это все. Это нам принадлежит. И мы имеем полное право всем этим распоряжаться. Если мы не будем распоряжаться, ну просто сгинем. То есть, будет какой-то венегрет из различных народов жить, а мы просто исчезнем. Вам это выгода, на судьбу ваших детей и внуков вот такая. Меня это не устраивает. Мне задержав обидно. вопрос. А вот гости на... внуков.